Теперь, когда мы знаем принцип работы класса и объекта, мы создадим это дело внутри Unity. Я создаю новую папку, потому что мне нужно будет как минимум два, чтобы объяснить корректно, что же такое класс внутри Unity. Я назову эту папку классы. Если помните, в прошлой лекции у нас была анкета или форма, и она называлась PersonInformation. Создам новый скрипт, который также является классом, и назовем его так же, потому что мы пытаемся повторить то, что мы создали в прошлом классе. Откроем это дело в MonoDevelop. Что вам нужно помнить в Unity, это то, что существует два типа копий, которые вы можете сделать. Когда у вас есть класс, у которого есть MonoBehaviour, это означает, что он наследует что-либо из непосредственно MonoBehaviour. Это набор функций из этого класса, которые переносятся в класс PersonInformation. Когда класс наследует что-то, и мы поговорим о наследовании далее по курсу, принцип в том, что когда PersonInformation наследует MonoBehaviour, единственная копия, которую мы можем сделать, это присвоить класс игровому объекту. Это единственный способ скопировать нашу форму или наш класс в этом случае. Но что мы хотим создать? Другой тип копии, о которой мы говорили в прошлом уроке. Мы пытаемся создать копию, при которой нам нужно взять это самое наследование и убрать из класса. Как это сделать? Я просто удалю эту часть кода. Сделав это, я говорю, что этот класс не унаследует ничего от MonoBehaviour, и таким образом эти два класса становятся независимыми. Если мы сохраним скрипт и попробуем прикрепить его к объекту, он говорит, что я не могу этого сделать, потому что этот скрипт не наследует MonoBehaviour. Помните, что если вы хотите прикрепить скрипт к объекту, он должен содержать в себе наследование от MonoBehaviour. Мы можем увидеть, что в этой форме, которую мы создали ранее, у нас несколько атрибутов или полей. Имя, ID, возраст, адрес, город и страна. ID и возраст точно являются целыми числами, потому что они не могут быть ровными. В случае с остальными, это буквенные значения или стринг, это в сути текст. Возвращаясь к скрипту, удалю это, потому что у меня нет никакого контекста. Создам эти поля. Два публичных целых числа, возраст и ID. И ряд текстовых типов для имени, адреса города и страны. Конечно, город и страна могут быть включены в адрес, но давайте пока для ясности их разобьем. Сохраню, вернусь в Unity. И вы увидите, что нам тут как-то и нечего делать. Чтобы протестировать этот класс, нам надо создать другой скрипт, который наследует MonoBehaviour, потому что мы хотим привязать этот скрипт к игровому объекту и запустить тут функцию Start, чтобы протестировать это дело. Мы создадим новый скрипт, назовем его Implementation или Применение. И теперь я могу создать копию переменной. Чтобы создать копию, я просто обозначу ее тут как переменную. Public и тип переменной PersonFormation. И назовем ее P. Помните, что эта переменная не инициализирована. Когда она не инициализирована, это значит, что она не занимает место в памяти. Если я попробую задать это переменное значение, я получу ошибку, потому что оно, опять же, не инициализировано. Иными словами, оно ничего не занимает в памяти. Как мне занять место в памяти? Я печатаю P, новый инстанц типа PersonInformation, открою скобки и точку с запятой в конце, чтобы обозначить, что это команда. И теперь у меня есть копия моей формы или инстанц с иными словами. Как же мне получить доступ к этим полям, чтобы добавить какую-то информацию? Давайте начнем с имени. Как мне дать этому человеку имя? Очень просто. Пишите P и точка. Таким образом, вы как бы получаете доступ ко всем полям внутри этого скрипта. У нас шесть переменных. Имя, адрес, город и так далее. И они все вот тут. Тут есть иная информация, но это методы, которые в сути вписаны в сам объект. Мы их позднее изучим, пока давайте остановимся на том, что есть. Скажем, я хочу дать этому человеку имя, выберу Name. Как же мне задать какое-то значение текстовому типу? Я пишу равно, далее открываю кавычки, и внутри них у меня будет обозначено имя. Это у нас имя человека. Может быть, я хочу задать его идентификационный номер или ID. В этот раз это число целое, и как не назначить значение, я просто печатаю его напрямую. Просто случайный номер, ничего такого. Возраст, ну, может быть, ему 34. Адрес, еще один стринг. Скажем, этот человек живет на Sunshine Street, 304. Скажем, город Ванкувер, страна Канада. Так как все это дело текст, оно в кавычках. Все круто, окей, что мне с этим делать? Как можно увидеть, класс держит в себе общую информацию. В этом случае информацию о нашем человечке. Я могу, например, создать еще одного человека, P2. Сначала надо сделать его копию или инициализировать. Теперь я могу задать информацию о P2. Теперь мы напишем функцию, которая выведет информацию о человеке. Параметр, который мне тут нужен, это PersonInformation, название, Person. Внутри этого класса мы хотим вывести информацию об этом человеке. Прежде всего, будет интересно вывести каждый из этих атрибутов внутри класса. Но чтобы это сделать, нам надо напечатать Print, Person и выбрать какой-либо атрибут. Допустим, мы хотим не только имя, но вместо того, чтобы вот так вот для каждого атрибута создавать отдельную строчку, мы можем соединить разные атрибуты вместе, чтобы создать только один стринг. Чтобы это сделать, мы печатаем плюс, и нам надо добавить разные переменные. Давайте впишем наши переменные, начиная с имени и заканчивая страной. Вы увидите, что тут мы суммируем целые числа и текст. Но суть в том, что когда вы суммируете целые числа и текст, результат всегда текст. Сохраним это и давайте попробуем. Если бы тут мы оставили наше π, то второе π переписало бы первое. Вызовав функцию PrintPersonInformation, мы увидим, что ей нужен параметр типа PersonInformation. У нас тут такие переменные π и π2. Давайте здесь впишем π, а на отдельной строке π2. Теперь я вывожу информацию о π и π2. Давайте поработаем с этим примером для начала. Внутри этой функции PersonInformation будет иметь те же значения, что и π. Соответственно, на деле выйдет, что вместо Person у вас появится сначала имя первого человека, потом возраст и так далее. И то же самое с π2. Сохраню это дело, перейду в Unity, чтобы посмотреть, ну, что получится. Я уже прицепил мой скрипт к игровому объекту. Когда я нажму проиграть, вы можете увидеть, что тут у меня выводится информация. Имя, возраст, ID и так далее. Но проблема в том, что вы можете заметить, что все соединено воедино. Может быть, мне нужны пробелы между этим безобразием. Чтобы это сделать, вы, конечно, можете добавить пробел в конце каждого значения. Мы это сделали, и вот оно тут обновилось. Но это не особенно практично, потому что другой программист не будет, например, знать, что тут должен быть пробел. Поэтому мы обновим функцию, и это очень просто сделать. Мы просто добавим константу, которая в сути является пустым пространством. И так для каждого атрибута. Только не забудьте добавить плюсы. И теперь все разбито ровно и как полагается. Может быть, вы хотите добавить запятую. Легко, просто вбиваете сюда запятую. Снова проиграем и увидим, что наша информация обновилась. Перед тем, как мы закончим с этим классом, я покажу вам кое-что еще. Вы увидите, что тут я обозначил это дело как переменную, и тип тут публичный. Что я говорил нам о публичных переменных. Я говорил, что они отображаются для редактирования в реальном времени через инспектор. Но если мы посмотрим сюда, тут просто нечего редактировать. Я покажу вам способ отобразить эти переменные, чтобы их можно было редактировать в инспекторе. Открываете класс, который хотите отобразить, и печатаете атрибут до класса. И атрибут называется System, точнее это Namespace, а внутри него атрибут Serializable. Что это сделает? Это покажет все публичные переменные в классе в инспекторе. Сохраним, вернемся в Unity. Тут у меня появились P и P2, которые если раскрыть, я могу их редактировать. Если я проиграю сцену, у меня появится тут информация. Сохраним. Может быть вы хотите присвоить этому делу возраст или имя. Но как только я проиграю сцену, эта информация перезапишется, потому что она указана заранее в коде функции. Имя всегда будет четко обозначено и возраст тоже, и прочее также. В этом случае нам нет смысла назначать какие-то определенные значения. И последнее, что я хочу вам показать. Если вы не хотите, чтобы это были переменные класса, вы можете сделать их локальными переменами внутри функции. Мы это раньше делали с целыми числами. Может быть вы хотите сделать P локальной переменной. Удаляйте эту строчку. И вы увидите, что P теперь другого цвета. Что значит, что оно не обозначено. Что мне сделать, чтобы обозначить, что такое P? Я говорю, что хочу создать локальный параметр типа PersonInformation, и он будет называться P. Обратите внимание, что когда вы создаете локальную переменную внутри функции, вы не можете задать тип доступа. То есть это не может быть публичной, переменной или какой-либо другой. Потому что когда вы создаете локальную переменную, от вас не ожидается, что вы зададите тип доступа. Если мы вот это так сохраним, у нас будет ошибка. Удалим. И теперь тут мы видим только P2, потому что только он определен как публичная переменная. А P имеет теперь силу и смысл только внутри стартовой функции. Если я захочу, например, в функции Update вызвать переменную P, такой просто нет, потому что она существует только в рамках стартовой функции. А P2, например, тут, потому что охватывает весь класс. Я надеюсь, вам все было более-менее понятно. Увидимся в следующем уроке.